1950 метров но потом уточним точно сколько супер длинный тоннель получается из ванадзора до степанована так если грубо брать то вот по этой дороге есть тоннель под горой и он очень длинный и очень хорошо что его сделали потому что раньше дорога была намного длиннее и по серпантину в гору а теперь все напрямую просто проезжаем через гору и все и мы на другой стороне это я начал снимать середина той с третью едем в лори берд село семеновка теперь называется примечательность это николай чудотворца церковь православная очень древние мне кажется она заброшена сейчас пойдем смотреть интересно как она там дела обстоят посмотрим все что внутри очень красивое здание необычная архитектура замечательная да она в общем разваливается поэтому доступ сюда перекрыть чтобы не было проблем такое состояние внутри может быть когда-нибудь кто-нибудь остановит внутрь заходить опасно много камней с потолка со сводов церковь очень красиво сегодня день вертикального видео заброшенная церковь добрались мы до лоримерт собственно от крепость вот стоит полторы тысячи там как говорится как лучших музеях еревана но я думаю оно того стоит так что идем идем вход в крепость лоримерт открывается вид на ущелье попозже подойдем поближе так я потом скажу название здесь соединяются две реки поэтому эту крепость было очень сложно взять да 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 все вижу вот она сочетание рек мы просто потом можно поближе куда подобраться посмотреть все понятно по сути на полуострове находится крепость и обнесена большой крепостной стеной вот так я вот табличку просто хотел глянуть да да сейчас сейчас ага посмотрите что написано так так выглядит лоримерт в пасмурную погоду но тем не менее очень очень живописно подземный ход ничего себе даже так так видео у нас сегодня на телефончик вертикальное видим хачкары хачкары здесь вероятно было кладбище на территории крепости сейчас сначала мы идем смотреть на само ущелье а потом идем к основным сооружениям крепости здесь вот тропинка тропинка спасибо большое моему спутнику он меня сюда привез идем к ущелью соединение двух рек вот соединение двух рек речка в левом нижнем углу да это урут вот она здесь ее видно такая немножко грязненькая может быть потому что погода пока такая и с правой стороны втекает тоже в нее здоровье рыбы есть хорошие здоровье класс форель там форель да я попробовал да красивая красота и специально для нас нас выглядывает солнце да мост да вот этот мост вот я про него столько слышал интересно если к нему спуск так я вижу там зелененькое что-то там наверно палатка или кто-то тоже из туристов не 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 мне кажется там прямо кто-то сидит сейчас да есть далека кажется как будто из туристов вот выглянуло солнце успеваем сейчас фотографировать солнцем да это мост чуть ли не двенадцатого века я такой мост один видел моста тамар в грузии а здесь точно такой же всем рекомендую к посещению лори берд вот этот ансамбль комплекс крепость снимаем 40 миллиметров видео того как но в целом место просто потрясающий хочется вернуть хорошую погоду мост видно руины здание как будто четыре стены сейчас постепенно пойдем к самым зданием а вот это река за ракет мы сбоку от нее сверху на территории крепости еще одно видео сделано из 300 миллиметров будет шатать простите а лестница вот здесь вот лестница по которой можно спуститься она длиннючая вниз к речке которая внизу я не вижу ее потому что боюсь тут лишний шаг сделать и вот можно будет снизу увидеть водопад вот водопад вот такая красота это как не любить Армения так что же вот машины забирают на заводах там города там ага красивые там вставляют выращивают суккуленты да так это все не труба это лестница не знаю может там есть какая-то труба но это лестница которая позволяет спуститься прямо к реке и вот здесь еще раз покажу водопад вот водопад который тоже в итоге впадает в речку вот такой замечательный вид вот зрение прямо это на ток сами ходить все я понял вот это маленький вот этот маленький это же сколько тут водопадов красота есть вероятность что это временные водопады пока у нас весна тает снега и из гор спускается много воды неизвестно будет ли летом водопад сложно сказать я не специалист и вот здесь можно увидеть пещерку вот она пещерка вот такая в плохом качестве будет при сильном увеличении с телефона зато пещерка Лори Берт пробираемся вдоль территории по тропинке идем к основным зданиям и зданиям крепости которые уцелели со временем здесь множество громых камней так и хочется их потрогать не хочется много говорить хочется много снимать вообще сюда приехать и просто просто здесь побыть весь день это река Дзарагет вид с другой стороны ущелья мы по сути обошли всю территорию осталось посмотреть центр и все такой вид и маленькие водопадики может быть это связано как раз да с таянием льдов все таки у нас апрель все таки у нас апрель подходим к первому из строений посмотрим место табличка или нет пока нет не знаю что это но и вот через заборчик можно увидеть вид на каньон красота так есть предположение что это древние бани но теория требует подтверждения здесь вот есть глиняные выходы специально для того чтобы отводить кислород во мы правильно догадались бани бани но все в общем здесь видимо топили а здесь нагревалась вода и были строения там еще два строения дальше и вот одно здесь очень интересно не знаю насколько древняя но очень интересная дорога из больших-больших плит по которым идти одно удовольствие покрыто травой так баня мы посмотрели осталось основное здание я буду с собой провести живота и скатер у нас ее дома и всех пятерых внуков значит берем вот эту крапивку растираем немножко добавляем соли правильно какой аромат вкусный но она не острая как крапива обычная острая да как поднимется там вовсе кусает но это и она полезна специально так делают класс спасибо вкусненько вот мы дошли до основных строений крепость лориберд кажется я повторил уже много раз но ничего страшного очень интересное место хороший такой комплекс что-то сохранилось хорошо что-то не очень так пока таблички не вижу но потом найдем обязательно прочитаем интересно что здесь было здесь была церковь есть ощущение да похоже на церковь это церковь сто процентов да все вот он купол купол сейчас ага за рост травкой у нас фотографии здесь ага иконы два купола в общем практически не осталось зданий на территории крепости но церковь осталась так крапиву поел бодрости духа добавила посмотрели это церковь церковь прекрасная церковь еще один очень древний хачкар рекомендуется посещение с экскурсией и солнечное время но в любое время тут замечательно большая баня очень похожее здание на маленькую сейчас зайдем внутрь посмотрим что там постараюсь не шатать так так да все как немножко в гарни такие столбики я так понимаю здесь была вода она нагревалась за счет того что топили печь и здесь было классно можно было помыться по моему солнышко выглядывать вот такая большая баня кому то большая баня кому то маленькая тоже хочу баню двигаемся к выходу сейчас пойдем посмотрим на башенку смотровую и потом уже будем двигать потихонечку в сторону дома в сторону дома в надзоре сегодня у нас так по плану чуть яркость решил прибавить вот такие места лориберд оказывается комплекс работает до 6 вечера они закрываются а там не выйти по другому там большие слезные ворота поэтому я быстренько забрался наверх снимаю обзорное видео потрясающе в виде скрепостной стекла на комплекс лориберд и бегу на выход все мы последним стихнем сегодня очень хочется сюда вернуться конечно солнышко хорошую погоду да с атосессией и место тут уникальное лориберд пасмурно смеркалось скрыткие шарки прыгались по море нам подсказали где дорога к мосту и это вот она выглядит не очень если честно но вроде бы как тут спуск и как раз можно в обход крепости получается в любое время приехать и спуститься к мосту надо запомнить этот момент что к мосту можно бесплатно потому что у них он отдельно вот такие уникальные потрясающие камни цветность и свет немножко блеклые но вот кстати видно да тропинка которая уходит одна вот в ту сторону а вторая вот спускается и вот там как бы хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп вниз и такой серпантинчик всего ничего и ты оказываешься на мосту надо в общем повторить мост отсюда не видно но я еще немножко подсниму и побежал чтобы ехать обратно вид на основную крепостную стену лори берд я очень рад что сегодня выбрался все супер вот такие вот удивительные каменные животные встречают вас на входе в крепость с одной стороны все просто с другой стороны это место обязательных посещений чтобы познакомиться с историей и культурой и бытом Армении прошлых руков и маленький бонус на сегодня это у нас аисты огромное гнездо прямо в селе рядом а в селе лори берд лори берд так называется так выглядит довольная мочка человек который съездил на очередную крепость в Армении в селе лори берд в селе лори берд и мы с вами а в селе лори берд